Вопросы взаимодействия общественных организаций 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 Я вижу, что у меня, например, не смотря на то, что стоят два разных бака для сортировки мусора, но он, по крайней мере, не сортируется, потому что сами дворники перекладывают из-за мусора из одного бака в другой и все перемешивают. Вот куда мне обратиться? Вот сразу могу сказать, это опыт ваш, к примеру, я не знаю, что здесь, наверное, вы скажете. Опыт, наоборот, как раз сейчас идет конкуренция, чтобы с того или иного бака забрать себе. Это, поверьте, с точки зрения специалки, придем один пример, я спортивался. Есть люди с трудной судьбой, это уже взрослые люди. И получилось так, что он, на примере мужской пары, он инвалид, по-моему, да, а женщина тоже уже в возрасте. Так вот они с помощью тех вещей, которые вы видите из бака в бак, они зарабатывали из сортировки, зарабатывали помимо пенсии, а не в возрасте. Проблема, которая есть, за что выступает новичка движения, это заработка. Мы вроде бы было с разжиганием, мы хотели, чтобы это все собиралось, на этом можно зарабатывать простым людям, так и предприятиям, и чтобы в этой странице создавалась инфраструктура. Она у нас есть до определенных регионов, допустим, до Урала. Дальше уже этого всего нет. Есть те примеры, когда мы приезжаем к региону, когда собирает по разным точкам региональный оператор, а потом сваливает все вместе. Вот этого не должно быть. Чтобы это создать, нужно предложить в том числе государственную инфраструктуру, на основании которого будет создан фонд, который будет генерировать деньги с упорошением производителей и будет создаваться инфраструктура. Вот в принципе все. И вот про экологический терроризм хотел у Вас спросить. Как отличить, что конкретно по какой-то акции в регионе, допустим, направленной против строительства определенного завода, что это действительно работают экологические террористы, или это все-таки крик души людей? Как Вы отвечаете? Скажу так. Есть люди, которые заинтересованы работой с правоохранителями, общаясь с ними практически на всех уровнях. Правоохранительная система, где она перегружена, но нам сами люди, есть те, которые хотят что-то сделать, есть те, которые хотят заработать либо политически, либо материально свои блага. Стараемся выявляться совместно. Там, где есть хорошая идея, мы ее не дремонализуем. Там, где люди хотят покричать и что-то там свои, поиметь какую-то выгоду, стараемся их передать в компетент органы, которые есть. То есть еще органы МВД? Ну, не только. Транспорт, там, Родоохранительная прокуратура, естественные комитеты, общаясь со всеми, потому что они приходят к нам с проблемами с теми, что, например, перегрузки в плане работы, они не компетентны в тех вещах, которых не всегда, не все. Есть те, которые, как пример, есть на одном примере, где обучают Родоохранительную прокуратуру Патерстана, там есть люди-специалисты, которые могут выступать здесь совершенно беспокойно. Совместно с ними мы им даем обменную информацию и помогаем, а не нам. В принципе, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Вам не кажется, что без большого участия самого населения эта проблема очень трудно будет сдвигаться? Я хотел бы вас спросить, помните советский вариант сбор макулатуры, сбор банок, сбор бутылок, когда людей стимулировали к этому? Не кажется, что есть смысл в какой-то степени вернуться и к этому? Мы недавно были в комбинировке в Самаре, обсуждали как раз вопрос то, о чем вы говорили, когда вроде бачка, когда они собираются в раздельные бачки, пластиковые бумаги. А потом, на примере, если не ошибусь, по-моему, на примере в этой школе, когда детишки увидели, когда из раздельных мусорных баков все сваливалось в один и уехало. И у детей была истерика. По-моему, даже, как я правильно понял, сорвал свой учебный день или какой-то урок. Так вот, в данном направлении просто мы выступали за день и за праздник федеральный, День человеческого сознания, когда ты просто людям объясняешь, разъясняешь, показываешь свои примеры. Ну, допустим, на своей премии, я могу сказать, еженедельно я собираюсь, сортирую и отвожу у своих детей, и они у меня по сортировке ходят и все это рассказывают. Даже могу сказать, есть такие квесты, по-моему, так называются в современной гипре, когда ты приводишь, там, даешь задания, и люди их там выполняют. С точки зрения, как бы, образования и перевивки культуры, нам нужно начать с себя, как в Советском Союзе. Но вот некоторые магазины, например, «Вкусвилл» сейчас начал ставить в очень маленьком количестве автоматы для сбора банок, бутылок. Вот почему эта тенденция у «Вкусвилл», насколько я знаю, стоит в трех магазинах Москвы? Согласитесь, это не решение вопроса. Если мы сейчас с вами, опять-таки мусорную тематику, это можно сговорить часами. Сергей Хорошев, тоже можно отключиться. С точки зрения технологии раздельного сбора мусора, поверьте, желающих разделять очень много. Просто я вам на примере могу сказать, что есть такие сортировочные пункты, которые уже экспортируют за границу. Серьезно, не здесь прорабатывают, а экспортируют за границу. Людям просто нужно показать. Например, «Вкусвилла», есть пара телеведущих, я сейчас не помню, не сильно видят, но есть, которые своим примером показывают и очень много собирается. То есть магазины – это не предел. Очень много собирается, поверьте, есть прям потоки. Есть люди, которые на этом зарабатываются, есть люди, которые с ним официально сложно устроиться, они приносят пусть по чуть-чуть, но культура уже большая. Так вот, хотелось бы узнать, как масштабировать этот опыт. Показывать примером. Примером. Мы недавно были по бизнесу распечатей, когда предлагали сделать как бы один федеральный канал. Наше предложение было. У нас есть YouTube, Telegram, понятно, социальные сети. Мы предлагали создать такой медийный ресурс, который будет показывать по экологии. То есть у нас есть, допустим, фриканал «Звезда», который воспитывает военно-патриотическое воспитание, есть фриканал «Культура», который «Культура». А здесь надо просто показывать своим примером, как какие-то начинаются с обычных привычек. Ты должен просто показывать и вводить эти нормативы, в том числе и порабатывая программу по образовательным привычкам. Это начинается всё от «мало» до «великих». А скажите, пожалуйста, Рашид Ильич, сколько делегатов участвует? В каких регионах? И вообще, какие регионы самые активные в российском движении? Если не ошибаешься, у нас присутствует все 50 регион. Самая активная, о которой мы поговорим, сколько там было? Самара, Саратов, Оренбург, наверное, Омск. Такие, которые как бы прям душой и телом. Ну вот, наверное, что человек не сказал, количество сказал. А другие промышленные регионы? У них же очень много экологических проблем. Они к нам приходят. У нас есть, допустим, регионы, где мы не будем, скажем, эффективно пока изучаем ситуацию, не можем этим понимать. Там приходится выйти на такой термин, это может быть по-тяжелому, то есть как раз то, что вам сказали через правоохранительную систему, там именно нужно людей приводить в порядок, и так нельзя так выражаться. Он не до всех дошел от государственной власти. Поэтому есть такие вещи. А есть вот то, о чем сказал стиль Сбербанка. Прям есть компании, которые вот прям ставят себе целью заниматься именно экологией. Но там есть терроризм. Там то, о чем это терроризм. Когда есть экологическая программа по модернизации производства, приходят люди, которые без региона, по как-то связкам, так скажем, был представителем Росклеродзора, он, как правило, ходит на промышленное предприятие, ему все показывают. По идее этой информации это для него, и совместная работа где-то он должен оштрафовать и так далее. Через некоторое время эта информация сливается там блогерам, они приходят, сливают и в дом, где только знал, зрубо говоря, владелец предприятия, либо сотрудник. Вот такие вещи, чтобы не прописать и какие есть. И опять-таки мы совместно пытаемся это прорабатывать. Расскажите, пожалуйста, по итогам связи, какие будут рекомендации выработаны, кому предоставлены, и какие основные вообще направления, по каким трем ключевым вопросам? Направления, которые вы хотели, это воздух, вода и почва, это основные вещи. Мусор прямо отдельно, это как бы то, что там уже опешено, это 4. Будет предоставленная резолюция, есть то, что мы собираем экспертное мнение, хотим его обосновать, и по всем региональным федеральным органам власти мы будем не просто отсылать, а будем приходить, участвовать в комиссиях, и уже даже есть конкретные предложения, которые мы можем узнать, чтобы даже, могу сказать так, участвовать в составлении, весь вопрос подручит, проработки материала, проработки вопросов, которые подручат, творились в учетах. Спасибо. Спасибо.